Как обрести харизму и как стать харизматичным? Друзья, все мы знаем харизматичных людей, к ним прислушиваются, с ними хотят общаться и их обожают девушки. Харизма это твое невидимое обаяние, которое помогает тебе легче шагать по жизни и притягивает к тебе людей. Она открывает перед тобой массу возможностей, тебе не особо доверяют, окружающие критикуют тебя за любую ошибку, к тебе не прислушиваются, в спорных ситуациях это легко исправить. Достаточно стать чуть более харизматичным, ты сможешь больше нравиться девушкам, быть душой компании и обрести новых друзей. Даже если ты не обладаешь мощной харизмой от рождения, не расстраивайся. В сегодняшнем видео я расскажу тебе о пяти качествах харизматичного человека. Развивай их и совсем скоро окружающие будут называть тебя самым харизматичным парнем на свете. Да, это по мне. Подпишись на канал, поставь лайк и смотри видео до конца. Погнали! Номер один это быть на одной волне. Это умение чувствовать собеседника и подстраиваться под него. Умение разделять настроение человека и сопереживать ему. Когда общаешься с кем-то, старайся прочувствовать его эмоции и настроение. Он переживает, поддержи его и скажи, что все будет хорошо. Он счастлив, раздели с ним радость. На языке психологов это называется эмпатия. Талант к эмпатии есть у 98% людей, но этот талант, как и любой другой, тебе нужно развивать. Второе качество это заметность. Когда ты входишь в комнату, люди обращают на тебя внимание. Они говорят тебе комплименты. Если ты невидимка, то тебе трудно будет стать харизматичной личностью. Как же повысить свою заметность? Прежде всего, безупречным стилем. Мы всегда замечаем хорошо одетых людей, всегда встречаем по одежке, как бы ты к этому ни относился. Используй это правило себе на пользу. Из всех составляющих твоей привлекательности прокачать внешний вид проще всего. Хочешь узнать, насколько ты привлекателен? Пройди мой бесплатный тест и получи ответ. Ссылка на тест в описании этого видео. Кликай, ответь на несколько простых вопросов и узнай результат. Третье качество искренность. Когда ты надеваешь маску, чтобы казаться лучше, круче, умнее, большинство людей это чувствует и моментально выстраивают защитный барьер, даже не осознавая этого. У нас на районе все говорят, Соня, это мексиканский росомаха. С какой дешевой шпаной приходится иметь. Зачем тебе эти сложности? Запомни, самое сильное воздействие на другого человека это искренность. Говори людям, что тебе нравится и что не нравится. Рассказывай о своих желаниях, целях и переживаниях. Только не надо скатываться в нытье. Окружающие почувствуют твою искренность и пойдут навстречу. Каждый раз, когда тебе захочется умолчать о своих чувствах или неудаче, не молчи. Говори как есть. Открытых людей ценят. Их любят, уважают и признают. Не пытайся быть идеальным. Не пытайся строить из себя супергероя. Я просто не гожусь герой, это ясно. Обычные люди любят таких же обычных людей со своими слабостями и со своими сильными сторонами. Поэтому никогда не стесняйся быть искренним. Четвертое качество. Умение говорить нет. Многие люди соглашаются на любые предложения, потому что боятся критики. Купишь мне коктейль? Конечно, я же всех угощаю. А встретишь меня в аэропорту в 4 утра? Естественно, я же не сплю. Когда тебе предлагают что-то, чего ты на самом деле не хочешь, вежливо отказывайся. И никогда не стесняйся и не переживай за это. Вспомни про искренность. Если что-то внутри тебя говорит, что ты этого не хочешь, скажи об этом. Отстаивай свои убеждения и свои идеалы. Но главное, будь при этом вежлив. Выпьешь сегодня с нами? Огромное спасибо за предложение. Я с радостью, но, к сожалению, не сегодня. Знать себя и идти своим путем, это и есть один из навыков харизматичного человека. Напиши в комментариях, от каких предложений тебе стоит отказаться в дальнейшем. И номер 5. Гармония внутри тебя. Если ты несчастлив, как ты будешь очаровывать других людей? Как тебя будут любить другие люди, если ты сам себя не любишь? У тебя могут быть какие угодно трудности, лишний вес, недостаточный заработок, сложности в личной жизни. Но если это на тебя давит, это несчастье внутри, тебе будет трудно зажигать сердца окружающих. Если же ты относишься к любой трудности, как к задаче, которую можно решить, и ты принимаешь себя таким, какой ты есть, люди подтянутся за тобой уже сегодня. Теперь ты знаешь, какие качества отличают харизматичную личность и на верном пути. Развивая эти качества каждый день, и ты станешь более обаятельным человеком, к которому прислушиваются и к которому идут навстречу. Если ты хочешь прокачать свою харизму с 4 до 28 уровня всего за пару дней, приходи на тренинг харизма от моего любимого международного центра психологии и развития. За субботу и воскресенье два главных эксперта по мужской харизме в России разложат для тебя всю информацию по полочкам. А благодаря практическим упражнениям ты выработаешь свою неповторимую харизму всего лишь за один уикенд. Ссылочку на сайт я оставил в описании, пройди по ссылке, почитай о тренинге и оставь заявку. И запомни, все в твоих руках, любой может стать любым, и твоя жизнь зависит только от тебя. Я искренне верю, что у тебя получится жить той жизнью, о которой ты мечтаешь и которую ты заслуживаешь, ведь ты красавчик, раз ты смотришь мой канал. Ставь лайк, пересылай видео моим друзьям, нажми кнопку подписаться и колокольчик, чтобы первым получать уведомления о моих новых классных видео. Напиши в комментариях, с чем ты согласен, а с чем нет, какие плюсы харизматичного человека ты знаешь и как научиться харизме. А самое главное, на какие темы ты хотел бы увидеть новые видео от меня. С тобой был Александр Самсонов, я в тебя верю. До встречи в новых видео и спасибо, что ты был со мной. Пока. Пока.